Расползаются по пустыне. Не город. Лагерь для беженцев. Здесь, в Зоатарии, живут более 80 тысяч сирийских беженцев. Много. А еще в 10 раз больше беженцев живут в городах Иордании, в королевстве, которое переполнено. Но они продолжают приезжать, по крайней мере, пытаются. Приезжают сюда с тем, что смогли унести. Или их несут самих. Ничья земля между Сирией и Иорданией. Место не для жизни. Некоторые застряли здесь на месяцы. И это видно. Сюда пускают только самых беззащитных. В Иордании подозревают, что среди беженцев скрываются боевики так называемого «Исламского государства». Всех проверяют на взрывчатку. Иордания пытается противостоять давлению Запада, настаивающего, что нужно принимать больше мигрантов. Это главная проблема национальной безопасности для всех нас. Если рассматривать эту проблему с точки зрения высокой морали, давайте мы отвезем их на авиабазу, а затем мы с большим удовольствием отправим их к вам в страну. И кто-нибудь соглашается? Конечно, нет. Вы говорите о том, что не хотите больше беженцев? Если это так, то куда им тогда идти? Мы продолжим позволять им пересекать границу в ограниченном числе, оказывать им поддержку здесь. И мы продолжим фильтровать их. На улицах Иордании звуки других сражений. Битвы за немногочисленные рабочие места. Сирийцы готовы работать за меньшие деньги. Что бы вы хотели передать королю? Да здравствует король, кричат они. А затем критика. Нам жаль сирийских беженцев, уехавших из своей страны. Но они обижают нас. Они забирают нашу работу. Всем нужно одно. Конец войны. Король говорит, что мировые державы должны объединить усилия в борьбе с джихадистами. Сейчас мы имеем дело кое с чем похуже холодной войны. Москва и Вашингтон больше не враги друг другу. Мы воюем с хариджитами, отступниками от ислама. Вот глобальная угроза. И я надеюсь, вокруг этого будет достигнуто согласие. Если это случится, сирийский кризис может разрешиться политическим путем. Если нет, это станет трагедией сирийского народа и победой плохих людей. Война в Сирии прямо за этой ничьей землей. Военные в состоянии полной боевой готовности. Благотворительные организации стараются помочь беженцам. Даже тем из них, кто наконец попал в Иорданию, не видно конца неопределенности и страданиям. Продолжение следует...